Поступить в государство по существу, та конструкция, которую вы наконец начали внятно произносить, близка к той, которую я начал предлагать. Поэтому какое противоречие и что у вас выживает конкретно сейчас из жога, мне просто непонятно. Это шаг именно в этом направлении. Можно женщине вклиниться? Вот я вижу Анна Политковская, здесь присутствующая, новая газета, хочет сказать несколько слов. Пожалуйста, Анна. Вы знаете, мне сначала тоже было вместе со всеми жутко весело слушать эту подягу, а теперь мне стало глубоко противно. Мне омерзительно быть фоном для очередной аферы Бориса Абрамовича. Сколько это будет продолжаться? Ведь в конце концов, и вот мы серьезно тут народ обсуждает, да вот какая туда акция, и какая сюда, и вот трастовый договор, да господи, ну все это будет той же ерундой. Анна, почему вы так считаете? Ну потому что, ну я не буду говорить о той глупости с Авой, да, там никто, ну люди принесли деньги, они сами в общем виноваты. Но в конце концов у нас в стране есть пример, может быть самый страшный пример, да, не идущий в сравнении ни с какими Авами и прочими аферами Бориса Абрамовича, и даже с ОРТ, и Глыбой. Это чеченская война. Борис Абрамович там закрутил узелочки. Он большой мастер, преферансист и математик. Делать схемки и обставлять их в свою пользу. А мы все пожинаем результат. Анна, что же по-вашему? Нужно было отдать государству? Извините, это самое главное. Нельзя Борис Абрамовича, ему нельзя верить ни одному слову, он уже много раз доказал, что он работает только на себя всегда, никогда на общество. Ему плевать на это общество. Ему плевать на сотни смертей. Это и игра. Он игрок. Ну и пусть играет где-нибудь в другом месте, но только не в этом кресле. Ну, противно. В конце концов. Ну что же, я, как вы понимаете, вынужден на это отвечать. Теперь уже будут разговоры о Чечне, хотя мы действительно договорились говорить об общественном российском телевидении. Ну, надеюсь, не вся история будет здесь, да? Значит, нет, история будет короткая. Значит, в 97-м году, именно в тот время, когда я работал заместителем секретаря Совета Безопасности, в Чечне не было войны. Именно в 97-м году. В отличие от предыдущих лет и сегодняшнего дня. И в этом есть и доля моего участия. Я лично занимался этой проблемой в течение года одну секунду, и именно в этом году, и именно в этом году.